Автопарк Люберецкой подстанции скорой помощи пополнился на 26 машин. Партию новых транспортных средств в медике городского округа получили от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Современные кареты врачей, приходящих на помощь первыми, оценила и наша съемочная группа. Валерий Тарасов, водитель скорой помощи со стажем, застал времена, когда на вызовы ездили на машинах старого поколения. Со временем техника совершенствовалась, и вот очередное обновление. В сидении можно положение разное уже сделать, не так, как в предыдущей машине. Подлокотник удобный, очень комфортно. Кондиционер будет летом, это очень большой плюс. Жарко не будет. Плюсы в новых машинах заметили и медики. Они значительно выше, что позволяет работать в полный рост. К тому же под рукой все самое необходимое для спасения пациентов. Дефибрилляторы, мониторы для интенсивной терапии, востребованные сегодня аппараты ИВЛ, и кардиографы, оснащенные функцией кардиопульта. Фельдшерские бригады, которые не могут правильно расшифровать кардиограмму, они могут эту кардиограмму отправить на кардиопульт, где находятся кардиологи. Могут посмотреть, сказать, что там на данной кардиограмме, дать рекомендации. Новые машины пришли на смену старым, которые уже отработали свой срок. На сегодняшний день весь автопарк скорой помощи «Любереца» – это 35 единиц спецтехники – обновлен по последним стандартам. У нас «Люберецкая подстанция» с подчиненными постами и подстанциями – это 34-35 круглосуточных бригад. И у нас за последний месяц весь парк, все автомашины, все сейчас новые, на базе «Форд Транзит». На оперативность медиков повлияют также планшеты. Специальными гаджетами будут оснащены все бригады скорой помощи. Врачи получат карту вызова с полной информацией о пациенте, а при госпитализации больного система позволит выбрать ближайший стационар.